И хорошо? Да, ты выглядишь хорошо. Я понял ваш вопрос следующим образом. То есть речь сейчас идет о дружбе между мужчиной и женщиной. То есть вы имеете в виду ситуацию, когда парень и девушка, например, давно друг друга знают, общаются, и кому-то из них, например, молодому человеку, начинает хотеться чего-то большего. И он дает понять девушке то, что хорошо бы отношения перевести на другой уровень. А она не может ему этого дать, не хочет. Она в нем не видит мужчину, только друга. И начинает навязывать ей свои чувства и говорить, что, понимаешь, не существует дружбы между мужчиной и женщиной. Она говорит, как так? Нет, существует. Возникает некий конфликт, да? И то есть, насколько я понимаю, вы хотите знать, кто из них прав? Да, да, именно этот вопрос волнует не только меня, но я уверена, что и многих ваших подписчиков он тоже волнует. Поэтому кто все-таки прав? Хорошо, действительно вопрос очень наболевший. Меня много раз об этом спрашивали. И мой ответ, возможно, разочарует кого-то из зрителей. Но как я это вижу, я считаю, что неправ в данном случае ни один из. Почему я могу утверждать, что неправ молодой человек? Дело в том, что все мы живем в одинаковом мире. То есть, люди разные. Мир-то у нас один. И нужно понимать некоторые вещи, которые происходят вокруг нас. То есть, люди-то все, вот как я только что сказал, все разные. И есть девушки, которые обладают, ну, какими-то классическими взглядами на отношения, там, на мужчин. То есть, они считают, что, да, нужно в определенном возрасте выйти замуж, там, родить детей. И они, у них есть определенный список требований к мужчине. То есть, он должен быть там, ну, как-то там выглядеть. Какая-то там у него степень надежности должна быть. То есть, он там должен быть то ли харизматичным, да, то ли там физически сильным. Ну, что-то такое. То есть, некие вот такие классические взгляды. И если она встречает такого мужчину, то, может быть, это не будет там, ну, любовь с первого взгляда и до гроба. Но если он вписывается в эту категорию, то так или иначе она будет проявлять к нему хотя бы некоторый интерес. И на этом могут базироваться какие-то серьезные отношения. Даже если они окажутся ошибкой в итоге, то все равно может быть предпринята какая-то попытка. Но есть девушки, которые в связи с каким-то своим воспитанием другим, иначе смотрят на этот вопрос. Возможно, какая-то психологическая травма там изменила их, ну, сформировала какие-то специфические взгляды на мужчин. Но молодым людям просто нужно осознать, что существуют девушки, которые так или иначе действительно ничего не хотят от них. То есть, темперамент у людей, да, их либидо, оно бывает разное. Они, то есть, какой-то девушке обязательно нужно мужское внимание, да, постоянно ей нужен физический контакт, какие-то объятия, там, ну, запах тела мужского. Каким же, ну, то есть, другим каким-то девушкам абсолютно они живут и не думают об этом. Ведь у каждого человека, наверное, найдется среди знакомых дам, да, и молодых девушек, такие, которые никогда не красятся, занимаются каким-то активным спортом. Ну, правда ведь? Ну, да, девочки-пациентки. Да, ну, не обязательно. То есть, есть девочки, вот недавно у нас с вами был разговор, и я говорил, что девушка, может быть, вполне по-девиче, да, фигуристая такая, может быть, вроде бы такая утонченная. Но, тем не менее, не интересоваться парнями совершенно, не краситься, не душиться никогда духами. И вот она не понимает просто, зачем это все, ей это не нужно. Она ходит, там, в спортзал какой-то, там, грушу бьет, там, в перчатках, и ей достаточно, она считает свою жизнь полноценной, разнообразной. И опять-таки, я возвращаюсь, то есть, молодые люди должны просто осознать, что есть такие девушки, они не виноваты, они не издеваются, они не скрывают что-то. Они действительно просто, вот есть молодой человек, как тебе интересно слушать, мне правда легко, хорошо, естественно с тобой, я тебе благодарна за это. Но у нее не возникает влечения, то есть, как я уже сказал, то ли это психологическая травма, то ли особое воспитание навязанное. Но, получается, у нее просто, ну, то ли вот понижен гормональный фон, ну, все равно все идет от мозга, да, от деятельности мозга. То есть, нет влечения, приглушен инстинкт. А вот вы сказали о том, что обе стороны неправы. Почему молодой человек неправ, понятно, он просто себе, ну, придумывал что-то возможное, построил какие-то воздушные замки, но чем же девушка неправа в таком случае? Мы сейчас перейдем к этому вопросу, я закончу только лишь, вот, про молодого человека. Он неправ очень сильно. Когда он, навязывая свои чувства девушке, вот, обратите на это внимание, он ей говорит, понимаешь, не существует дружбы между мужчиной и женщиной. А теперь зададим себе вопрос, что он этим хочет вызвать, какой эффект, то есть, чего он хочет добиться, понимаешь, не существует дружбы. Какая реакция должна быть у девушки? Ну, либо одно, либо другое. Ты знаешь, а ведь ты прав, хорошо, пойдем, то есть, ну, это же абсурд, такого не может быть, да, ну, как это? То есть, ах, да, ты меня убедил, все, я тебя люблю, я рожу тебе детей, не будет этого. И молодой человек, который такое говорит своей девушке, ну, на самом деле, ему нужно остановиться и задуматься, не увидел ли кто-то это со стороны. Потому что, ну, об умственных способностях его, честно говоря, уже хочется судить после такого. Ну, не навяжешь ты насильно, мил, не будешь ведь, как известно. Зачем это говорить? Ничего ты этим не добьешься. Я просто подытожу, молодые люди это произносят, и очень важно это осознать, они это произносят, как правило, от отчаяния. Когда ситуация уже сложилась таким образом, что видно, видно, что отношений таких, как хочется, не будет. Он прекрасно понимает, что завтра девушка не скажет, ах, и не будет вот так смотреть на него, прямо как, там, какая-то дюймовочка, там, который, там, сказочный принц, там, какой-то эльф, там, с крылышками, там, покорил. Не будет, не будет этого, он понимает, его просто досада мучает, и да, как бы уже в сердцах, он уже не знаю просто, что говорить, но хочется что-то говорить. Он говорит, вот, ты понимаешь, не бывает. Ну, это просто, просто человек уже выплескивает эмоции свои. На этой стадии, когда звучит вот эта фраза, что не бывает дружбы между мужчиной и женщиной, уже конструктивный диалог, он уже распался. То есть, здесь нужно общение заканчивать, все-все-все, расходиться по домам, и только потом, если действительно надо, встречаться за чашечкой кофе. Ну, вот, вот здесь нужно заканчивать разговор. Итак, чем же не права девушка? Девушка не права. Тоже важно понимать. Девушки, ну, как, с точки зрения вот какого-то такого, ну, я даже не знаю, честно говоря, как это объяснить. Ну, если брать, вот, соотношение полов, да, есть мужчины, есть женщины. Ну, вот, сколько десятков лет, да, женщины боролись за равноправие с мужчинами. Ну, хорошо, во всем цивилизованном обществе вроде бы как добились, да, женщины, мужчины, все, все равны. Ну, хорошо, так, а кто же с женщин, с девушек, в частности, снимает ответственность понимания того, что происходит вокруг. То есть, девушка, она тоже должна понимать, что у молодых людей есть определенные потребности. Если девушка мила, хороша собой, хотя бы, ну, не знаю, она умеет хорошо себя вести, она приятно одевается. То есть, она может кому-то подходить как, ну, как жена или просто хотя бы как половой партнер, да, возьмем. Естественно, у кого-то она может вызвать интерес, но ведь правда. Каждый день, где угодно, ее могут заинтересоваться просто на улице, на перекрестке, просто в магазине, любой человек вокруг. И она же должна это осознавать, ведь это нормальное течение природных процессов. Мужчины интересуются женщинами. И когда возникает повышенный интерес к ней со стороны человека, которого она считала своим другом, для девушки это должна быть просто какая-то данность, которая существует. Вчера он не хотел ничего большего, сегодня хочет. Это нормально. Это бывает. И если девушка достаточно мудра, она должна понять, что это нормально и естественно. И она должна посмотреть на это глазами парня. И, честно говоря, у меня была такая ситуация в жизни, вот лично у меня была ситуация в жизни, когда была замечательная девочка, которой я желаю добра и счастья по сей день, и, слава богу, она счастлива, она хотела от меня не просто большего, а чего-то очень глубокого и искреннего. Я на тот момент не мог ответить ей взаимностью. Я встал на ее место, и я понял, что она чувствует. И мне было ее очень по-доброму, по-дружески, вот так тепло, и мне было ее жаль. Вот в хорошем смысле этого слова, без снисхождения какого-то, вот по-родному жаль. Я все время был с ней, я разговаривал с ней, я говорил ей, что я ее очень-очень понимаю. Я от всей души просил ее меня извинить. Ей было очень грустно, но она чувствовала мою поддержку. Она чувствовала, что я ее понимаю. Она не плакала от одиночества, что ее не поняли. Она понимала, что сложилась некая ситуация, где ей просто не повезло. Но она чувствовала, что я родной, хороший, близкий человек, который ее очень-очень поддерживает. Но вот, к сожалению и увы, не можете ей дать прямо вот до конца того, чего она хочет. И она чувствовала какое-то вот облегчение. И понимаете, у человека оставалась вера в то, что мир, он не очень плохой на самом деле. То есть да, сегодня не повезло, но даже этот человек вот очень старается, да, чтобы тебе не было грустно, чтобы этот человек с тобой. И на самом деле при таком отношении можно пережить эту проблему, не видеть в этом такую уж большую трагедию. А теперь представьте себе девушку, которая говорит, «Послушай, ну мне правда, ну мне удобно с тобой там ходить по магазинам или обсудить какую-то проблему, да? Но вот это, то, что ты мне навязываешь, ты понимаешь, мне это просто не надо. Вот просто пойми, вот я жест сейчас копирую. То есть там, где есть вот такой жест, вот так с расставленными пальцами, достаточно сфотографировать вот так эту руку. Это уже говорит о том, что в девушке присутствует некоторый эгоизм. Она не хочет как-то там глубоко встать на место молодого человека. Она не переживает, не трепещет за него. То есть это не друг, который друг, за которого она переживает, за которого вот у него проблемы, она там не спит ночами. Нет. Это человек, который на самом деле ей удобен. И когда она произносит слово «дружба», на самом деле это расшифровывается как «удобство». Ей удобно с ним общаться. Она может ему излить какие-то свои проблемы. То есть все знают, да что такое жилетка, поплакаться в плечо. Он удобен. С ним не нужно никаких обязательств, никаких связей. Да, можно поплакаться, можно пройтись по магазинам. Он может помочь в каком-то выборе. А в остальном у нее там свои парни, там свои проблемы, какие-то секреты еще свои, которые она ему не расскажет. И все, есть четкий такой рубеж. Вот она его поставила, все, сюда ты не можешь зайти. Это эгоизм. И я хочу, чтобы все поняли, и чтобы вы поняли сейчас разницу, да, то ли девушка переживает за него, то ли она задает рамки, где ей удобно и где неудобно. То есть получается, что один из выходов из этой ситуации это оставаться друзьями даже в таком, в такой сложной ситуации. Понимаете, друзья, по поводу друзей я очень серьезно воспринимаю это понятие. То есть что такое друзья? Есть афоризм кого-то из древних, я не помню, из древнегреческих философов, как бы ни Аристотеля, у кого есть друзья, у того нет друга. Очень глубокая мысль, которая затрагивает само понятие, что такое друг. То есть что такое друзья? Если есть конфликт между людьми, если молодой человек начинает навязывать свои чувства и говорить, ты не права, это уже говорит о том, что они не очень хорошо понимают друг друга. То есть что есть дружба? Дружба это, то есть он искренне желает ей добра, переживает, когда ей плохо. Или же он просто хочет от нее какой-то связи более близкой, а когда она чем-то расстроена, то он, находясь рядом с ней, все равно больше думает о своих чувствах, о том, чего он хочет. Но он не сидит возле нее вот так глядя и не спрашивает, что случилось, расскажи мне, пожалуйста, я очень переживаю за тебя. Может быть, давай пойдем куда-нибудь, давай напьемся, хотя я не одобряю алкоголь, но бывают ситуации, бывают, когда я допускаю алкогольную терапию. И вот то ли человек трясется над ней, то ли он ей предъявляет, что ну слушай, ты сама виновата, и я по отношению ко мне, ты не права, я тебе свои чувства предлагал, а ты не хочешь на меня посмотреть. Это тоже эгоизм. То есть дружба. О чем мы сейчас говорим? О какой ситуации? Когда парень трепещет за нее и переживает? Или когда он навязывает ей активное жесткое? Скорее вопрос мой вызван вашей ситуацией, вашим примером, когда вы в ситуации с этой вот, с вашей подругой, остались все-таки друзьями. Да, 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 остались. Вот я говорю о таких ситуациях. Что делать дальше? Да. А дальше ничего не нужно делать. То есть я очень-очень трепетно отношусь к ней, сопереживаю, вот как за ее личность. Очень-очень-очень желаю ей добра, и она это чувствует. Я просто стараюсь как бы меньше бывать очень близко к ней, меньше рядом, но не закрываюсь от нее, не замыкаюсь. Ну, вернее, это уже в прошлом, да, то есть нужно говорить в прошедшем времени. Сейчас она уже замужем и родила, слава богу, я очень счастлива. Но на тот момент я не приближался сам, да, слишком близко, но когда она была рядом, я был к ней очень открыт и показывал, что я всегда-всегда для нее все что угодно. И да, ну, она грустила, но ее немножко грело мое отношение. И просто оно вот так продолжалось, продолжалось, продолжалось. Она, вот чувствуя мое тепло, это смягчало ее боль. И со временем оно стирается. Есть такое утверждение, с которым я очень согласен. Будни стирают все. То есть рутина, она затирает, затирает, как бы постепенно, постепенно все утихает, уходит на второй план, и она как-то постепенно сходит на нейтрал. Люди очень друг друга ценят, очень уважают о том, что проблема была, они оба помнят, и они могут открыто пообщаться, обсудить это. То есть, понимаете, дружба, дружба, это там, где нет секретов. Это там, где до конца все проговорено. Где человек сидит и говорит, да, ты понимаешь, вот ты моя подруга, и я тебе рассказал о своих чувствах, я не знаю, что мне делать, пожалуйста, помоги мне как-то. Потому что, ну, я не знаю, я, у меня такая ситуация, я не могу даже найти слов, я страдаю немного, да немного, очень много, да, очень сильно страдаю. И просто я никого не встречал лучше тебя, эту фразу очень часто можно услышать, на самом деле, в таких ситуациях. И я просто, я не власти над своими чувствами, пойми меня, пожалуйста. И она сидит и говорит, да, дорогой, послушай, я тебя, правда, ну, очень понимаю. Ты видишь, я с тобой, и я буду всегда с тобой. Ты, ну, вот серьезно, то есть, все хорошо, я, что смогу тебе дать, я дам. И я никогда от тебя не откажусь, не отвернусь. Ты прости меня, пожалуйста, что я там не могу больше. То есть, понимаете, вот эта искренность, которая до конца, она и дает вот эти отношения, когда вроде бы и проблема есть, они оба ее понимают, вслух проговаривают. И постепенно, постепенно оно, ну, затрется, станет легче. Одно осознание того, что можно это обсудить в любой момент, и оба друг друга понимают до конца, оно снимает груз из души. Молодой человек будет себя чувствовать как-то, то есть, может быть, роли наоборот, да, то есть, может быть, девушка вздыхает по молодому человеку, и так бывает. Человек будет чувствовать, что, ну, хорошо, хорошо, по крайней мере, он очень за меня, или она очень за меня переживает, и да, да, это все-таки это моя подруга, или это мой друг хотя бы, да, то есть, мы не можем пожениться, и создать семью, но хотя бы так. И хорошо, что есть такие люди, хорошо, что у меня есть такие отношения с человеком, оно греет душу, и да, 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 постепенно, то есть, ничего не надо делать. Просто мягенько сходит на низ. Затухает, 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 и люди потом годами дружат, дружат и дружат. Семьями. Да, они создают семьи, дружат семьями, причем они потом не изменяют мужьям, то есть, у них так и остается все, вот, позитив бесконечный друг к другу, и все это бесконечно вот так длится, ну, если там не случится какой-то, да, форс-мажор. Ну, а возвращаясь к этой ситуации, когда молодой человек давит на девушку, я еще раз, еще раз, еще раз буду повторять, что ничего хорошего из этого не получится, то есть, здесь ни о какой дружбе речи быть не может. Есть непонимание друг друга. Может быть, девушка там как-то провоцирует это непонимание, может быть, ну, вообще непонимание, это вещь взаимная. Главное, что это чужие друг другу люди. То есть, просто будет такая ситуация, что он хочет от нее что-то, она не может ему этого дать, и все, у него негатив, либо наоборот, либо у нее. То есть, как это так, я хорошая, я красивая, я тебя хочу, он по каким-то причинам, да, ну, вот не видит в ней никого. Хотя это реже бывает у молодых людей, но молодые люди тоже бывают разные. И, ну, когда вот такое сложилось, то лучше всего не общаться, потому что дружбы никакой вот не будет, а будет вражда. Негатив будет накапливаться, накапливаться. И в 90% случаев это закончится тем, что, ну, например, молодой человек о девушке, которая ему отказала, просто начнет там какую-то негативную информацию распространять, либо пытаться привлечь внимание ее подруг, чтобы вызвать какую-то ее ревность. То есть, все, что будет происходить дальше, это будет уже, ну, что-то очень-очень негативное. Никаких там светлых отношений уже не будет. Почему так происходит? Потому что, может быть, там какая-то психологическая травма там у человека. Ну, часто это с того и начинается. То есть, молодой человек не реализован достаточно, как, ну, вот если говорить на языке природы, да, то как самец. То есть, он хочет найти себе партнера, да, создать потомство. Это естественное стремление. У него не получается, и если у него, в принципе, проблемы с этим, там, еще изначально с подросткового возраста, там, и дальше, то, ну, это какая-то боль, это, ну, отзывается каким-то очень таким жестким вот негативом, комплекс неполноценности какой-то вот в человеке накапливается. И такие люди, они, на самом деле, социально вредны и опасны. То есть, это не их вина. На молодой человек, который, вот он не реализовался, как хотел. И вот он увидел девушку, да, которая ему нравится. Он думает, ну, то есть, общались-общались, а потом он смотрит на нее. А другой девушки у него нет никакой. И он думает, ну, ведь она мне подходит, и мне с ней легко, хорошо. И он начинает вот какие-то поползновения предпринимать. И когда она ему отказывает, ему очень больно это пережить. И такие люди, они, когда становятся генеральными директорами, они реально угнетают и давят на своих подчиненных. Они просто репутацию потом имеют очень плохих людей, с которыми трудно поладить. Особенно если это женщина, которой не удалось реализоваться. То есть, особенно сюда же, кстати, пусть это не совсем, да, по теме вашего вопроса, но сейчас отнесу сюда разведенных женщин, которые не смогли наладить какие-то длительные отношения с мужчиной, да, и они живут, вот они остались ущемлены, не нашли постоянного партнера, с которым будет гармония. И им потом, в принципе, трудно, вот это какой-то болью отзывается в душе, и они начинают вот этот негатив просто выплескивать на окружающих, и это очень конфликтная такая социальная группа. То есть, в руководстве такие люди, и мужчины, и женщины, они опасны для переговоров каких-то, для какой-то тонкой дипломатии. Это очень часто может запороть все дело, потому что в человеке некоторая вот такая злость накапливается. Это очень-очень опасное, нехорошее явление. И когда снова возвращаемся, да, дружба между мужчиной и женщиной, если у мужчины, допустим, которому отказали, есть такие проблемы, если он не реализован достаточно, и он начинает испытывать этот негатив, да, и давить, то вот лучше просто сразу разбегаться. Естественно, жизнь это жизнь, так просто сразу не получится, все равно мы уже общались, у нас много общего. Но если девушка мудра, если у парня не хватает мудрости, она будет демонстрировать ему, ну, какую-то степень своего понимания, то есть будет амортизировать ситуацию, говорить, да-да, конечно-конечно, я все понимаю, и никогда ему не скажешь, что ты знаешь, вот там, ты не прав, я там, или не хочу тебя видеть, или давай ты мне не будешь этого говорить, и мы с тобой будем делать вид, что все нормально, то есть это тоже все неправильно. Нет, мудрая девушка будет говорить, да-да, конечно-конечно, я все понимаю, ты там, прости меня, пожалуйста. И она будет, с одной стороны, открыта для него, но по мере возможности она будет стараться отдаляться от него, ну, так слегка, маленькими шажками, неявно, неочевидно, так немножко отдаляться, немножко отдаляться, вот и постепенно, постепенно лучше разорвать связь с таким человеком, ничего плодотворного не получится, потому что опыт показывает, что такой человек, он женится на другой, и он будет, он 10 лет проживет в браке, через 10 лет она забудет об этом и никогда не вспомнит, он просто в нетрезвом состоянии, позвонит ей ночью в депрессии, и очень злым тоном и с нецензурной бранью, там, если там вообще у него зашкалят эмоции, он ей будет объяснять, что вот, надо вернуться там к старому, к тому, чего и не было-то, собственно, и что вот, он всегда думал о ней, и что она разве не понимает, что он женился на то и только потому, что он не мог там... Что она любовь всей его жизни. Да-да-да-да, она любовь всей его жизни, то есть вот так это обычно происходит. Так и заканчивается. И да, если, еще раз возвращаюсь, если девушка мудра, она должна это понимать и предвидеть. Если возникла такая ситуация, когда молодой человек, ну, не может ее понять и давит на нее, да, нет дружбы, нет дружбы, ты должна посмотреть на меня иначе. Если она не может посмотреть на него иначе, нужно постепенно... Разойтись, как в море кораблей. Постепенно, ну, не так, как в море кораблей, но постепенно отдалиться и все, все стихнет, и просто забыть об этом. Вопрос следующий. Мы сейчас говорили о ситуации, при которой, ну, допустим, молодой человек и девушка дружили на протяжении долгого времени. Чаще всего именно в таких случаях вот такая связь прочная между людьми. Но бывает и другой вариант, когда, например, недавно познакомились молодой человек и девушка, и вроде как общаются по-приятельски или по-дружески, и девушка, общаясь с ним, просто учтиво, вежливо, вызывает в нем вот эту реакцию, вот эту платонику. Что вы имеете в виду? Я сейчас не совсем понимаю. Девушка вежливо, девушка общается как воспитанная, воспитанный человек. А мужчина принимает это за нечто большее. Я бы сказал, здесь просто конфликт мировоззрений. Да. То есть, понимаете, человек, который привык общаться с девушками менее культурными, здесь происходит просто ложная оценка ее поведения, неправильная оценка. Для нее это учтивость, а для него это какое-то, казалось бы... Знаки внимания. Да, знаки внимания. И, честно говоря, если потом, опять-таки, молодой человек требует какой-то взаимности, каких-то отношений, то есть об этом идет речь. Да. И говорит ей, ну ты же со мной вот так и вот так общалась. Ну, на самом деле, можно просто немножко посочувствовать такому молодому человеку, потому что нужно трезво смотреть на вещи, которые вокруг происходят. Но кто же ему виноват, что он там общается просто с людьми, чей культурный уровень ниже. Понимаете, чашечка выпитого кофе в каком-то общественном месте, она не обязывает девушку для меня, например, для меня. И я хочу людям то же самое, внушить аксиома, что никто никому никогда ничего не должен. И ну что значит требовать от девушки? Ну, честно говоря, я очень против этого вообще тезиса, этого понятия. Как это требовать? Мне понравилась девушка, я говорю, слушай, вот ты же вела себя вчера определенным образом, да? В связи с этим ты мне теперь должна. Это нелепость. Девушку, если ты считаешь ее какой-то особенной, какой-то достойной, она нравится тебе, заинтересуй. Заинтересуй, покори. Будь мужчиной в конце. Да, будь мужчиной. Ну, ты хочешь считать себя самцом, альфа-самцом. Будь харизматичным, будь интересным, будь сильным, будь привлекательным. Работай над собой. Пускай она, ну да, работай над собой. То есть, неважно, каким образом ты ее покоришь. Может быть, ты просто достанешь стопку денег, вот такой кирпич просто денег, да? Но сделай что-то, пусть она сама на тебя посмотрит. Как это требовать? Я считаю, что молодой человек, который требует от девушки отношений, это человек, который не состоялся в жизни. И опять-таки, в нем говорит просто озлобленность. То есть, я не могу покорить эту девушку. Она не смотрит на меня влюбленными глазами сама. Видимо, не за что. Я от безысходности попробую требовать от нее чувства. Ну, как это? С молодым человеком понятно. Но если ситуация прямо против... Девушка. Если... Очень часто девушки думают, что если молодой человек подал им пальто, что, в принципе, является нормой, ну, более или менее... Ну, допустим, да. То это значит, что он неравнодушен к ней. Если он подал ей руку, когда она выходила из общественного транспорта, он к ней неравнодушен. Если он заплатил за нее или пригласил просто куда-то посидеть, то, о чем вы говорили, чашечка кофе в общественном месте, это значит, что он тоже к ней неравнодушен. Вот как вы это бы объяснили? И в продолжение вашей мысли, вот я даже добавлю, часто, да-да-да, я сталкивался с такими ситуациями, то есть, получается, девушка начинает понимать, что, наверное, она ему нравится, но она в нем не видит партнера для отношений, для близких. И она начинает сводить с ним отношения на нет, сразу, потому что думает, он сейчас начнет навязываться, домогаться, да. И она просто подальше, подальше, подальше от него, не хочет с ним общаться. Ну, конечно, в каких-то случаях ей удобно так, да, но там просто рамки наперед ему придумала, рамки дальше, чем вот сюда я его не пущу. Но часто, да, и вот реально просто отказывается от отношений, потому что боится, сейчас начнет навязываться, да, то есть, вот так бывает. К сожалению, здесь мы сталкиваемся с явлением практически с тем же самым. То есть, девушка вырастает среди низкого культурного уровня, а люди-то есть на самом деле разные. Вот у меня есть знакомый, который вообще очень увлекается рыцарскими романами, вот обо всяких благородных англичанах, которые там мечами там рубятся, там доблестно добывая славу себе. Он очень, скажем так, очень вот сопереживает всему этому, вот этот весь пафос его вдохновляет, и он любит ходить с приподнятым слегка подбородком, негорделиво, просто достойно, как-то по-мужски. Пусть это старина, пусть это 19 век или 17, допустим, ну, это выбор и вкус человека, ему хочется так. Он предпочитает какой-то там классический стиль одежды, какое-то там пальто элегантное, какие-то перчатки, запонки, да, он предпочитает пуговицам. То есть, это в принципе-то нормально, а судить это было бы неправильно. То есть, человек стильно, хорошо выглядит, кто-то скажет, это там винтаж, ретро стиль какой-то, ну, пожалуйста, мы живем в демократическом государстве, да, это прекрасно. У этого человека такой стиль одежды, там, этот как спортсмен одет, да, этот как-то более по устаревшему, но смотрится, на самом деле, нормально, достойно. И человек, ориентируясь на вот эти свои образы и идеалы, ему нравится изысканная речь, ему нравятся манеры. Он обязательно, обязательно считает долгом своим уступить место не только пожилым людям в транспорте или беременным девушкам, а в принципе любой девочке. Там молодая она, там, хоть она там чемпионка по бегу или там, да, пошутим, по спортивному стоянию длительному, да, но все равно пусть она присядет, он всегда ее ступит место, он не может спокойно сидеть. И для него это норма, то есть, для него изящным элегантным жестом подать руку, то есть, выйти первому из общественного транспорта, да, и подать девушке руку. Это нормальный естественный жест, а как показывает практика, девушки очень редко, вообще очень редко с таким сталкиваются, поэтому они даже не знают, как воспользоваться этим жестом. То есть, на самом деле, вот девушки все, которые это услышат, я хочу им рассказать, если молодой человек подал вам руку, за нее нужно крепко взяться, крепко, вот попробовать, да, как он держит вес, крепко взяться и сшагивать. Там, может быть, там, до, допустим, до места, куда нужно переступить, там, какая-нибудь там лужа, там, вот, или течет, там, река от дождя какого-нибудь, нужно это место переступить. Нужно шагнуть, опираясь на его руку. Если вы пошатнетесь, вы схватитесь, хорошо. Девушки не понимают, они воспринимают это как жест вежливости. Они так прикасаются к этой руке и абсолютно без нажима на нее сами сходят, да, вот со ступеньки общественного транспорта, какой-нибудь автобуса. Получается, эта рука как бы и ни к чему, они за нее не держатся. То есть, нужно понимать, взяться нужно, хорошо. И тогда мужчина, он прямо чувствует себя мужчиной, за его руку крепко взялись. Он чувствует, что он сыграл реально. Он опор. В этом, да, и таким образом девушка может очень польстить его мужскому самолюбию, вот этому его вообще мировоззрению, да, там, образу жизни. Ему очень нравится, когда так получается. То есть, да, вот я подал, она использовалась. Ну, хорошо, это было некое отвлечение от темы, но я хочу вернуться к тому, что девушки действительно просто очень редко сталкиваются с таким, но нужно понимать всем и каждому, что такое бывает. И если молодой человек такие знаки внимания вам проявляет, он это делает в первую очередь для себя. Он так видит мир. В его представлении должно так быть. В его представлении все мужчины должны подавать верхнюю одежду женщинам. То есть, допустим, застегнуть сапоги, да, как в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Но это уже более интимная процедура. То есть, прикоснуться к ножке, да, там, любимой. Ну, а, допустим, нелюбимая только объекта обожания. Ну, это уже такое, в этом некоторый интим уже присутствует. Это уже девушка или позволит, или не позволит молодому человеку. Но подать верхнюю одежду, это абсолютно нейтрально, это в любом общественном месте. Норма. Считается галантным жестом. То есть, для кого-то это не норма. Для какой-то девушки это как-то что-то делаешь. Но я призываю всех, естественно, и нормально чувствовать себя в таких ситуациях. И если вы переживаете, опасаетесь там каких-то отношений, которые он там может вам навязывать, рассматривайте эту ситуацию отдельно. Если он будет навязываться, делайте вывод, что вы немножко друг друга не понимаете. А то, что он вам подает пальто или руку, или там, ну, о чем мы еще говорили, не так важно, это его стиль жизни, это то, как он видит жизнь, не нужно на этом заморачиваться. Просто скажите ему спасибо за то, что он такой галантный, такой воспитанный. Только и всего, ничего не нужно больше заостряться на этом. Для него это норма. Да и вообще он молодец. Собственно, да, таких молодых людей желательно больше, потому что очень много людей, которые окурки выбрасывают на тротуар посреди дороги, хотя в двух метрах стоит урна, а вот чтобы действительно подавали руку девушке, которая выходит из общественного транспорта, этого очень мало. Поэтому, да, пожалуйста, девушки, реагируйте на это просто и адекватно. А молодые люди, кстати, тоже, когда руку подаете, нужно... Придерживайте. Силу некоторую приложить, да. По поводу, вот возвращаясь, да, дружба и какие-то жесты, знаки внимания. Если девушка понимает, то есть я мудрая девушка, и молодой человек мне оказывает вот такие-то знаки внимания, то есть какие-то галантные жесты, это просто его такой уровень культуры, да. Это какие-то знаки внимания, это да, я явно вижу, что это он меня хочет, да. И мудрая девушка думает, ну, хорошо, подам я вид или не подам. А в принципе, чего-то скрывать. Хорошо, я буду с ним это обсуждать открыто. Послушай, дорогой, я вижу, да, что ты хочешь чего-то большего, ну, я не готова тебе это дать, там, все. Не важно, насколько она воспитана. Главное, что она может открыто с ним поговорить. Вот она может, искренность есть, все, есть понимание. Если люди не могут поговорить искренне, скрывают что-то друг от друга, они могут быть очень воспитаны и общаться витиеватыми какими-то фразами, но пока они что-то друг от друга скрывают, никаких хороших отношений, никакой дружбы не будет. То есть, вот в этом главная суть. Когда общаются молодой человек с девушкой, хоть они дружат, хоть у них отношения будут близкие, важна искренность. С искренности начинается все. Вот такая итоговая мысль. Собственно, не знаю даже, что добавить. Какие-то вопросы у вас еще остались? Мне кажется, этот вопрос пока... Это очень широкий вопрос, о нем можно говорить часами, но я думаю, для первого раза все отлично. Спасибо вам большое, Торвальд. Было очень приятно с вами пообщаться. Взаимно, взаимно. Сколько из 24 тысяч подписчиков влюбится в меня с первого взгляда? Восемьсот в первые пять минут, ну и тысяч восемнадцать за следующие три дня. Понял, да, с чего? Начинаем. Хорошо, да. Спасибо. Спасибо.